Друзья, я приветствую вас на нарративном раскладе. Сегодня замечательная колода авторских карт. Кинокадр поможет нам с вами ответить на вопрос паузы или конец отношений. Если сейчас вас волнует эта тема, то, скорее всего, в этом видео вы найдете для себя какие-то полезные ответы или пищу для размышлений. Я напоминаю, что это не второй расклад, а это сочинение рассказа. Вместе с вами мы не привязываемся к значению карт, к интерпретации, а пытаемся прямо в прямом эфире из ноосферы, из коллективного бессознательного брать информацию и пытаться в этом зеркале увидеть, ваша ли это ситуация или нет. Итак, закончились ли ваши отношения или это временная пауза? Давайте посмотрим, что для начала хотят нам сказать карты. Вероятнее всего, можно сказать, что ваши отношения носят эпатажный характер. Может быть, в этой ситуации, то есть в ваших отношениях, больше не про комфорт и не про прицел на какую-то будущую совместную жизнь, а это история про такое эмоциональное... Почему-то идет слово самоистязание. Самоистязание. Вот как хотите, да, но вот что карты говорят, то я и озвучиваю. Самоистязание ли это с вашей стороны или со стороны вашего партнера? Но здесь вот есть такое ощущение, что вы немножко в такую русскую рулетку, что ли, играете. Да, вот у кого первого сдадут нервы? Вот это первое, да, что хотят нам карты сказать. Давайте с вами попробуем сейчас посмотреть, кто вы. Какой портрет больше всего вас описывает в данную минуту? Что за девушка-женщина замечательная пришла сегодня на расклад? Какая чудесная девушка к нам пришла. Ну что же, вот я бы так сказала, что здесь такое замечательное сочетание изодора и масштаба, которого как будто бы никто от вас не ожидает. Не случайно замечательный эльфанинг, да, снималась в таком сериале «Великая», да, про Екатерину. То есть смотришь, я вроде как бы милая такая, симпатичная, дурашливая девушка. Хохочет, шутит себе, да, но при этом вынашивает практически такие имперские, что ли, планы. То есть, ну вот, по крайней мере, хочется это так озвучить. Может быть, даже так часто было в жизни, что вас недооценивали. Ну, кто-то считал, что, ну, собственно, можно и с мнением с вашим не особо считаться, да. Ну, а что она такое? Ну, милый такой, очаровательный ребенок. Что, собственно говоря, переживать. И вот в самый ответственный момент вы как раз можете и коготочки свои показать, вы можете и характер свой продемонстрировать. То есть вот такая замечательная у нас сегодня героиня. А кто этот замечательный человек, да, с которым вы сейчас по какой-то причине не общаетесь? Возможно, находитесь на расстоянии, в долгой паузе, в молчании, в каком-то вообще непонимании. Как бы лошадь сдохла или не сдохла. Стоит ли вообще как бы уделять этому какое-то внимание? Кто же этот человек? Ваш замечательный человек на самом деле может быть достаточно хорошим стратегом. Ну, про таких говорят, про думан, да. В общем-то, он больше не про наитие, а он больше про логику. Вот если вы можете, допустим, как-то полагаться на чувства и эмоции, то вот ваш товарищ, при том, что он тоже достаточно эмоциональный, темпераментный человек, в общем-то, он делает ставку на то, что у него изначально был план. У него изначально был сценарий. Может быть, он даже достаточно хороший манипулятор, который пытался, в общем-то, вовлечь вас в свою игру, но вы оказались не так просты, например. И поэтому ваша ситуация сейчас зашла туда, где она сейчас оказывается. То есть он молчит, вы молчите. И, собственно говоря, ждете, у кого, у первого, как вот на первой карте было сказано, сдадут нервы. Что же нам еще карты расскажут? Вообще, когда-нибудь вот эта вот ваша молчанка, она закончится? Вообще, ваша история, она на что сейчас похожа, да? Ну, то, что вы виду не подаете, это понятно, мы уже поняли. А на самом-то деле, господи, ну посмотрите, как говорится, что и требовалось доказать. Хатика, вечное ожидание, да? Но здесь что нам карты еще пытаются сказать? Может быть, кто-то из вас чувствует какую-то вот на таком глубинном уровне, что ли, такую преданность, да? Почти вот щенячью собачью преданность, да? Что, я бы и хотела сейчас начать жить своей жизнью, да? Я бы и хотела отвлечься на что-то другое, но я не могу. Я каждое утро прихожу к этому фонтану, сижу и жду. Непонятно там уже, жив ли хозяин, что с ним. Но он по какой-то причине не проявляется. А я по какой-то причине продолжаю ждать. Вот, интересно. Ну ладно, ждете вы, ждете. Интересно, дождетесь ли. Если не трактовать как бы эту карту про то, что как бы там одна половина уже отвалилась, да, мысленно и живет своей жизнью, то что еще? Опять карта ожидания. Один спит, другой говорит, ты когда меня покормишь? Сколько я могу здесь сидеть голодным? Я встал в 4 утра, сколько ты еще будешь дрыхнуть? Опять история такая вот какого-то неравного участия в этих отношениях. Ну хорошо, проснется у нас герой, в конце концов, заметит он молчание и гнят. Ну, ребята, либо это карта про то, что карты в принципе не хотят нам раскрывать будущее, раз это молчание, да? Либо это история про то, что это вообще такие отношения, которые по каким-то причинам для вас в принципе и не очень-то и полезны. Стоит ли в принципе так туда уж сильно стремиться, если для вас, например, это может закончиться, ну вообще как-то, мягко скажем, не так, как вы планировали. Знаете, еще одну карту хочу вытащить. Хорошо, пока мне рисуется так, что вы-то, в общем-то, заинтересованы, да, чтобы это молчание прекратилось. А вот ваш товарищ-то, он вообще как? Малхоллан Драйв, тайна покрытая мраком, что происходит непонятно, где реальность, где сон непонятно, да? Где сон, где явь непонятно. И вот что с этим делать, да, как этот секрет раскрыть? В общем, есть какое-то такое гнетущее, тягостное ощущение, да, что когда уже в конце концов наступит какая-то ясность. Пока ясность не наступает. Давайте посмотрим предсказания от карт Николета Чиколи для вас. Что может быть вам делать, может быть какое-то такое напутствие. И для вашего партнера. Карта для вас. И карта для вашего партнера. Для вас выпала карта Суд. Для вашего партнера карта Тройка мечей. Значит, данная ситуация может разрешиться при каком-то вообще внешнем потустороннем вмешательстве. Допустим, в его жизни начнут происходить какие-то события, да, которые неизбежно... Нехорошее такое слово заставят, но тем не менее, обратят его внимание на то, что в его жизни происходит. Достаточно ли его устраивает его личная жизнь на данный момент? Видит ли он, в принципе, вас в этой жизни, да, вот надо ему это или нет? То есть вот по мечам, по логике, да, по какому-то такому холодному расчету попытается человек все-таки посмотреть, что происходит. Ну, а для вас эта история, поскольку это суд, это может быть такое, в общем-то, опять же, ожидание какого-то решения. Да, вот боюсь, что, вот как мне подсказывают сейчас эти карты, я еще раз говорю, мы не интерпретируем по значению Таро. Но метафорически мне вот идет такая информация, что вы не очень можете вообще повлиять на эту ситуацию. То есть, возможно, вам сейчас стоит, в принципе, от этой ситуации абстрагироваться, да. Поскольку вы и так, я так понимаю, как человек, который смотрит этот расклад, уже как-то эмоционально больше вкладываетесь, больше вовлечены, больше вас волнует, что там происходит, да. То здесь, скорее всего, как-то жизнь расставит все по своим местам. Ну, и давайте в качестве поддержки мы с вами вытащим еще три ресурсные карты. Так, уже у нас, значит, выпала замечательная карта. Очень много есть увлечений, занятий в жизни, которые возвращают вкус к жизни. Вот здесь у нас изображена замечательная Леди Гага, да. Да, пение, причем пение, допустим, дуэтом, дуэт, хоровое пение. Это вот когда вы чувствуете какое-то вот по-хорошему такое звучание в унисон еще с кем-то. Чувство сопричастности. Например, когда вы берете какой-то интервал, и вы чувствуете, как он гармонично звучит, это вас наполняет все вот каким-то ощущением, в хорошем смысле сиюминутности жизни, да, что вот этот вот интервал, он существует и живет только вот в момент, пока вы этот интервал так удачно, по звучанию вы его взяли, да, этот интервал. Но вот в данный момент вы родили что-то прекрасное, поэтому вот это сотрудничество в творчестве – это замечательный ресурс. Новые идеи, открытие, вот этот замечательный возглас, восклицание Эврика, я понял, я догадался, то есть, наконец, привнести в свою жизнь что-то, что позволит вам пережить вот это чувство осознания инсайта, потрясения от того, что, боже мой, как прекрасно, что я до этого додумался, и как прекрасно, что я начал этим заниматься, оказывается, у меня к этому есть и предрасположенности, и таланты у меня хорошо получаются. Посмотрите, эта карта может нами трактоваться так, что есть даже такая практика, випассана, да, такой некий обет молчания. Возможно, вы, как человек эмоциональный, очень много всего транслируете во внешнюю жизнь, да, во внешний мир, очень много всего сообщаете о своей жизни. Может быть, для вас будет полезно вот взять вот такую вот какую-то паузу, да, тишины как раз. Вот наш расклад сегодня про паузу или конец. Так может быть, как раз пауза – это то, что вам сейчас больше всего необходимо. В этой паузе вы для себя найдете ответы на какие-то очень важные вопросы, не только про эти отношения, но и вообще для всей вашей последующей жизни. Итак, друзья, вот такой нарративный расклад у нас сегодня получился. Если захотите, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, насколько вам он откликается. Ну, а мы увидимся с вами в следующем раскладе. Субтитры сделал DimaTorzok